Если, если будет, это ведь... Ты знаешь, ты ломишься, чё-то... Зайди обратно... Ты чё меня втрукаешь? Вернись, ёбаник! Да вернусь, ты! Ну и рот свой, еб... Зак... Дистанцию держи! Всё, ударь, посотрудник, давай! Плюнуть ты просто мордит, всё, давай! Канал 100 беспредел, сегодня мы находимся снова в ТРЦ... Как ТРЦ называется? А на самом деле... ТРЦ называется как? Ривиера. Вот, Ривиера. В Декатолоне, в общем, пришла та смена охранников, которая наехала на наших ребят. Они там уже что-то снимали, вызывали полицию, то ли охрану. В общем, ждём. Кто-то к нам вот приехал, он охрана ходит. Сейчас пацанов надо найти. Ой, вперёд мне? Да, приездки сотрудника полиции. Смотри, сколько, блин. Ой, какая охрана, ё-моё! Куда же ты ломишься? Что ты меня трогаешь? Кто тебя трогает? Ты что заранее бухтишь? Слышь? Ты что меня тут обнял-то, слышь? Зайди, брат. Ты что меня трогаешь? Зайди, брат. Ты что, слышишь? Зайди, брат. Слышишь? Слышу. Ты что рюкзак порвал? Ты сам порвал. Да? Ты дёргаешься. Ты что меня трогаешь? Стой здесь. Ты что меня трогаешь? Полицию вызвали, ожидайте. Ну молодец, жди полицию. А чё ты со мной нату разговариваешь? Поцел вчерашки. Вообще охраняем. Я на тебя заявление писать, говорю, понял? А чё я храню? А чё я храню? Да я знаю. Нет, служба безопасности торгового центра. Конечно. Не надо менять рога. Совершенно. А вы ограничиваете нашу свободу. Ты что меня трогаешь? Да я тебя не трогаю. Чё ты заранее орёшь? Ты собираешься трогать? Ты меня сейчас просто вопнуешь. Дай выйти. Не дай мне выйти. С чего вдруг? Полицию ждём. С чего вдруг я должен ждать-то полицию? С того, что я не умею. Чего я не умею? Да не трогай ты меня. Ты что меня трогаешь? Дернись. Ай, это мой телефон. Там мой телефон. Ну всё, я его не беру. Да не трогай ты меня. Дай выйти. Ты для кого поёшь? Дай выйти. Ты чёрт больших и малых. Дай выйти. Дай на тебе выйти. Дай выйти, говорю. На вы разговаривать научись. Дай выйти, говорю. Щенок, блин. Смотрите, бар. Я что-то запищал или что? Что случилось? Я рамки хочу показать, что я не пищу. Да я не сотрудник магазина. Я сотрудник торгового центра. На торговке без зарушения, тысовок нет. Я на зону без зарушения. Дай выйти. Да звездой ты и так будешь. Да дай выйти. Да не дам тебе выйти. С чего вдруг? С чего вдруг? Раз преграждают. Два преграждают. Да не... Ты чё меня трогаешь? Да вернись ты. Чё ты меня трогаешь? Я просто снимаю. Ты чё меня трогаешь? Три пятерки. Чё три пятерки? По математике было, да? Три пятерки. Можно звать к тебе. Смотри, двое, двое. Завели. Ладно, давай, к друзьям пойду. Хорошо. Давай. Капец, смотри, рюкзак порвали. Порвали? Покажи. Где этот порвал? Убежал уже? А, вызвали полицию. Вызвали они вроде уже? Конечно. Подождите, по схеме захочет. Раз, два, три, четыре. Двое каких-то гражданки пришли. Нет, три. Пошлите гулять пока. Пошли. Капец. Просто заперли в декапоне. Раз, два, три, блогер. Ну и четыре. Кто полиция вызывал? Персовки легли. Никто полицию не вызывал? Я не знаю. Нет, персовку нельзя применять. Можно, можно. Нельзя. Винствование, ну, удушить начали, алло. Чё? Если бы он его задушил, что ли. Ну, капец бы был. Полицию тут вызывал? Вызвали. Давай. Скажи, применение физической силы ограничения свободы. Шатопы влоги обреют их разнесут. Всё, нужно убрать. Жесть. Беспредельщики. Ваша фамилия. Ваша фамилия. Не тебя, а вас. Тебя. Я вас прошу. Тебя. Ну и рот свой закрою. С хамом на ты, понял? Тебя. Посадка. Чё материшься-то, а? В твоём КТУ как матерная слава учили, да? Я вижу. Может, не отвечает. Чё лапаешь-то, парней молодых, а? Посадка. Ты хлопал, я вижу. У нас и на видео есть, понял? Да. Камера есть. Раз, два, три, четыре. Шесть бадланов, один нормальный просто стоит сразу и смотрит на это. Нормальный сотрудник. Он нас не трогал, он нас не трогал, заметь. Толя тоже нормальный, хоть угрожает, хоть силу мы применяем. Рюкзакт его порвал, кстати. Кто порвал? Ну, он тот, где этот, Глысый. Да, Глысый. У него есть? Рог, я не знаю. Да есть, есть. Незаконное ограничение свободное. По 203-й. Чё, вы вызвали? Кто вызвал? Такие статокисты. Да, мы такие статокисты. Конечно, конечно. А ты думаешь, ты безнаказанный такой? Сейчас, 102, вызвал. Да, какую-то ответственность. За спокойствием торгового. За имущего. Я вообще оператор, я просто снимал, блин. Снометро позову ЦК. Давай. ЦК ЗИЛ. Какой сейчас адрес? Это цели где-то. Свои действия, ребята, надо отвечать. Вот, по цене. Нет, забыл. Что? Вон, не убедились. Спросил ты себя по адресу? Да зачем? А автозаводская 18. Вот, автозаводская 18. Они поймут. А пульпер же. Да они уже приехали. Где они приехали? Комяк нет, комяк не с нами. Все операторы заняты. То есть нас будут убивать, а все операторы заняты. Стоп, ты какой, 112 набираешь? А? Какой набираешь? 102. 112 никогда не доступен. Ну, редко доступен. Что, на это вот еще будем новый слой обезьян писать? Вот за это ответишь, лысая ты. Обезьяна. Все, типа, не материмся. Давай, подойди, что ты сделаешь. Он запишал, проверь, все. Да? Тебе нельзя просто. Нельзя? Тебе закон не дал. Понял? Что запрещает хозяин твой, которому ты жопу лежишь? Что запрещает? Они вон все, по-моему, вылизывают. Базарить. Да? Слышишь? Чувак. Кто тебя так базарить научил? Кто надо, понял? Думаешь, ты с камерой где-то что-то решишь? Да, думаю. Думаю. А ты без камеры, раб системы. Да, обидно будет бить. Все, хозяин, говори, кто-нибудь скажет жопу лизать хозяину. А, да, здрасте. Конечно, мы у вас дозвонились, это раз. Во-вторых, наряд полиции, пожалуйста, по адресу. Автозаводская, 18, да? Ты давно, блин. Адрес. Завидуешь, да? Да, адрес. Свободные люди. Я уже воню. 18? Короче, ТРЦ, да, автозаводская, 18. Автозаводская, 18, ТРЦ, Ривьера. Смотрите, на нас была охрана, вот, применяли физическую силу, порвали мне рюкзак, человека тут пытались удушить, вот. Задерживают, не выпускают. Я сейчас свободен, блин. Ну, ребят, извините, качество здесь плохое. ТЦ, поскольку. Так, Канкерман, привет. Зонтак Ченнел, привет. В общем, сейчас оператор рассказал адрес, вот, там, пишут. Передадет информацию. Это мне очень жалко, ребят. Ну, для нас-то, что жалко. Жаров Максим Александрович, номер, с которого звонил, вот, высветился у вас. А, какой ты, Даш, какой? Первый, по-моему, да? Это первый, да. Да, это первый, первый. Магазин Декатлон. Попросите, да? Да, в самом магазине, в самом магазине. В офисе нас, к сожалению, слава богу, не затащили. И мы не дадимся. Все, хорошо, ждем. Я сказал. Их с набутылят, вот этого набутылят, вот это набутылят. Конечно. Да, через лёжки у тебя. Чего через лёжки? А, речневая жидкость. Ну, хорошо, ты понял. Или родители у тебя тоже. Нет, просто мне интересно, кто-то собирает нас обраться. Просто хотя бы они нужно, надо мужиком. Не надо. Мужиком ты в 90-е будешь, понял? Да, ну, тут даже я как-нибудь ассоциальный человек. 90-е кончились, дядя. Никто на вас не лез. С вами нормально разговаривает. Да? А это кто сделал? Не надо было делать. Не ты, вон тот лысый. Да, конечно, дергаться. Он делался в том, что вы не имеете право. Да, при чём тут имеем право. Ну, ты согласен, всё, просто так что я имею? Просто так, давай. Вы приехали, да. Конечно, мы проехали. Это вам уже второй раз. Это не случайно, да? Ну, это не случайно. Давай, верно, потому что вы... Будешь наяривать по началу, что вы можете делать, а что вы не можете делать. Правильно? А что делать? Чудовище ты. И только ты тебя на работу сюда взял. Понял? Да, хулиганники. Ну, где мы хулиганники? Мы что-то сломали, мы катали. Здесь ходят маленькие дети. Да, ты катался. Сейчас я вышел по человеку. На велосипеде из Кошерина. Так я же смотрю, куда еду. Ну, куда ты смотрел? Вот бы она вышла, и всё. Потом бы ты сказал, что это не jurisdictions, да? А магазин бы отвечал. Есть тестовая зона. Где объяснили. Где, где, что написано? Где написано? Вы же не объяснили. А где написано, что в магазину можно ездить? Где написано, что можно... Вот ты и молодой человек сказали, сейчас покажем. Где написано, что можно... Вот ты же не отвечаешь на вопрос, который там нет. Ты мне сказал, что покажем. Я уже показывал. Блин, я всего лишь снимал на сам.. На самом деле, у меня даже магниты там не было, чертова. Ну, в общем, вызвал я сотрудников. Там, чему, порвал рюкзак. Здесь, ребята, уже второй раз, ребята. А, да, мы уже здесь второй раз, первый раз. Вот этот человек был один. Или с кем ты был? Ну, один был. Один был, то есть, ну, нас тут сейчас чуть-чуть побольше, то есть, мы сможем отпор дать. Вот так вот. А я себя при полиции выйду, что ты будешь так же задерживать? Полиция тебя задержит. Серьезно? За что? Сотрудники торгового центра задерживают вас до приезда сотрудников полиции. Конечно, имеют право... На каком основании? Потому что за хулиганство. За хулиганство, что мы сделали? Какое? Какое? Беспорядок. Беспорядок. Что мы сделали, мы разгромили его или что? Нет. Нет, вот и все. Принесли ущерб. Какой? Катались на велосипедах. Ущерб кому? Ущерб. Да, там есть ленин. А ты на самокате катаешься, Толя. Все есть там на камерах. Да какая разница? Ты на самокате. А, то есть... Я ущерба никакого не принес. Да как нет, ты же катаешься. Ну что, я не торможу и по всем магазину я не езжу. А, да и ты его просто не тормози, да? Ты просто летишь на нем, да? Да, и все. Я просто лету. Ну, то есть, видишь, ты сам в херню несешь? Ну, вот вы все вылетите отсюда. Серьезно. Мы катаемся так же, как катаешься. Самокат и велосипед, это две большие разницы. А, ну, блядь, ребят, мы тут не правы, да? От самоката не остается следов вообще никак. О, полиция. Нет, не полиция, это Росгвардия. Я заявление напишу. Ну, я на тебя напишу, понял? Пиши. Так, что случилось? Вот, вот эта вот лысая порвала у меня рюкзак. И смотри, что он творит. А, все, не задерживаешь? А, что я тебя задерживаю без меня сейчас? Ну, только ему, сотруднику я верю, а тебе не верю, понял? Я и не тыкал, что... Напали на нас, сотрудники охраны. Хватили его, порвали ему рюкзак. Я буду писать заявление. А? Пожалуйста. Мы вас схватили на каких основаниях? На каких основаниях? Так мы видим, что никаких мы же просили предоставить. Ну, на каких основаниях? Ну, на каких? Назови на каких! Ну, назови! Ну, что ты ушел? Да убежал он, он за самым. Что заявление-то будет писать, если вы умеете писать? Ну, Росгвардия, правильно? Пишите, не нужный вызов. Хорошо, сейчас полицию вызвали, подъедут. Конечно. Вот это на бутылку, вон кто на бутылку поставит. Слышишь? Что, ударь, сотрудники, давай. Ударишь? Да плюнуть тебе просто морду, и все. Давай. Чепушило. На себя посмотрел бы сначала. Ждем полицию, сейчас они бланцы привезут, мы напишем заявление. Чтоб нас не застрелить, случайно. Не застрелить, не застрелить, не застрелить, не застрелить. Покажем, вы уможете. Вы служили? Я договорился. Это хороший вопрос, кстати. Все бывает, могут купить, могут там... Ну, не суть, мы сотрудники... Это уже служба, это же все по-разному. Вы полицию вообще вызвали? Все, все, кладеет. Я хамень, понятно. В плане, понятно. В плане, в прямом плане. Приехала Росгвардия, потому что нажата была тревожная кнопка. ГБР, грубо говоря. Нет. Не путать ГБР и Росгвардия. Ну, устанавливается кнопка ГБР, нарезом Росгвардии. Это вне меда снахрана. Это вне меда снахрана. Можно на кнопку поставить Росгвардию? А у вас все парни, путаются ответы. Один ГБР, второй Росгвардии, третьем меда снахрана. Ну, реально... Снахрана такое, как подреждения, его уже нет. Это он сказал, я вообще... Есть отдельное полное подреждение Росгвардии. Я просто говорю, что Росгвардии можно по кнопке... Ну, не суть. По тревожной кнопке. А что мы здесь стоим-то? Пойдемте с сотрудниками выйдем. Сейчас полиция подъедет. Выдите, выдите, хотите здесь поставить. То есть можно? Сейчас наряд приедет, я вас передам заявление прямое передам. Ну, вам мы верим. Пожалуйста. Идите на улицу. Здесь преступление нет. Вы наряд вызвали? Да, вызвали, конечно. Должны дождаться, где? Откуда вызвали, правильно? Кто вызвал? Правильно. Мы хотим доказать, но мы можем выйти за рамки спокойно. Да, мне тут неспокойно, пойдемте. А, давайте за рамки, да. Так, парни, только... Не-не-не-не. Ну, не будем. Матник подальше. Санит. Да, пожалуйста. Так, Алисочка, привет. Так. И что сразу... То есть прям, то есть прям зеленый вот... Ну, давайте собирайте. Которые бы тебя спрашивали, как тараканы. Я сейчас бегусь. Так. Вопрос, что? Вы же выходили. А им сказали, что приходите, что-то это делать. Так. Крутили жестко. Подожди, парни, сейчас я... Подожди, он хоть и заниженный, пусть его выслушают. Давай, без совместных оскорблений. Нас вызвали сотрудники ДКТО. У них молодежь, убийцы нет опиратов. Мы вызвали сотрудников в полицию. Нам надо, чтобы они дождались сотрудников в полицию. Парни, нам дожди все. Расскажите, каким образом вы останавливали. Каким образом? Я стоял перед человеком, а он орал. Не подходи ко мне, дистанцию. Дистанцию держи. Дистанцию держи, нам порвался. Он сам вырвал? Конечно. Это я порвал себе или что? Ты порвал. Серьезно? На видео все есть, понял? Отлично. Вас спросили, зачем кнопку нажали? Тревожно. Потому что при ребятах вы себя ведете адекватно. При Росгвардии. Мы их уважаем, а вас не адекватно при Росгвардии. Вы адекватно сидите при Росгвардии. Вы сейчас не пытаетесь убежать. Так мы не пытались никуда убежать. Не пытаетесь оскорблять, как вы орали. Да? Потому что фарма для вас, если просили только... Останавливающих фасов. Держать, я не знаю, что вы сейчас пытаетесь доказать, как бы. Не знаю, не всегда как-то сейчас при полиции. Ну вот, да. Ну хорошо, у нас такой же, да. Че ждать? Ну тут при Толе. Толе, объясни, сотруднику полиции для чего вы нажали кнопку. Все, погнали кнопку сотрудники. На ее нажали. Короче, вот на этих бедных блогеров приехало целых два экипажа Росгвардии. Заметьте, он уже разделся, он готов ждать на выходе, но... Кто? Вот этот? Сотрудник ЧОП. Пусть ждет ему данный счет. В случае чего будет применена физическая сила. И спецсредства. И спецсредства. Здесь, к сожалению, нельзя, потому что это будет статья за холидайство. Все, то есть нельзя здесь применять. И как МИДТ составит, как МИДТ стескирует? Вот так. Мы немного погадали, поставили, начали выходить. Но выйти нам не дали. Выйти нам не дали, уже собралось там 4 или 5 сотрудников. Я говорю, ну вы хотя бы причину объясните, почему у нас задержаны. Говорит, нет, мы ничего объяснять не будем. Некоторые сотрудники... Но это, получается, не их сотрудники, это сотрудники самого торгового центра. Да. Вот. То есть некоторые без бейджиков отказываются их предоставлять. То есть напали. Превысили полную начинку. Там уже финансы. Да, я тоже. Как объяснили. Я так понимаю. Сказали, ждите все. Не, они объяснили. Они сказали, ну правила не мешали. Все, это не объяснили. Как правило, какие-то головеты. Значит, так и напишут. Редкость. Мало того, что их... А, подожди. А, подожди. Знаешь, в чем прикол? Я вообще с вами не катался. Я просто снимал. Пострадал оператор. То есть, понимаешь, я в объяснении так... Снимали, как катался? Снимал, просто к ним подошел. Это... Капец. То есть, в объяснении я так и... Ну, все. Охрана будет на бутылене. Как говорит Борис Иванов. О, смотри, смотри, смотри. Нет, Ронина, Володь, извини. Надо превью поделать. О, Алиса, Московская. Привет. Вы заявление тоже пишете? Да, я заявление пишу. А что у вас, что у вас комплексно все сказали? Напал охранник, порвал рюкзак. Старший сержант полиции Петрич. Данное видео я не даю согласия выкладывать в соцсети, только в суд. Если будет это видео выложено, на вас будет... Ну, будем судиться. Кто с вашей стороны пишет заявление? Я пишу. Все сразу. Ну, я на меня не подал. Один, может, там подписаться. Как-то коллективное, что ли? Коллективное, что ли? Мы будем установить личность тех охранников, которые превышали положение. Личность себя не будет установлены, но вам они доложены. Да, нет проблем, конечно. Так, кто у вас пишет? Ну, давайте по очереди верить первое. Заявление, объяснение. Ага. Смотрите, заявление, цифра номер один. Ну, ты, да, я знаю. Да, ну, ты, да. Спасибо. Один полицейский стал запрещать нас снимать. Руки. Есть ручка у тебя? Нету. Ручка, ручка, ручка. Да, да, да. Сейчас. Это вот здесь мы? Да, все. В общем, написал заявление, объяснение. Дай, пожалуйста. Отдай сюда. Тебе ручку дать? Нет, не то и то. Ты так долго писал, что мы уже заявались. Зачем? Я отдаю сотруднику. В смысле, у нас одно заявление. А ты дальше будешь писать заявление? Я хочу уточнить у нас, как получается, если... Мое объяснение вон. Как разделитель. Как час добавил тебе расписание. Блин, ты три строчки писал минут 30, наверное. Отстань. Я волнуюсь. Если вы просто можете свои данные дописать, грубо говоря, так же участвовать, либо что-то наподобие такой-то, такой-то есть. Ну, да. Местный теннис, такой-то такой-то есть. Напиши лучше, что. Ну, то, что, превышали полномочия, душили. Сейчас мне тогда допишем. Ответ все равно, грубо говоря, будет одному человеку-то присылаться. Я понял. Смотрите, у меня еще к вам устное обращение по поводу охранника. Мне в объяснение это дописывать? Не надо. Да, можете в объяснение дописать. Вот здесь. Своих слов так же. Смотрите, у меня еще к вам устное заявление. Да. Примите. Получим, охранник данный, зататуирован, который на меня, собственно, подал. Он переоделся. Если при выходе из того центра он на меня нападет, я применю к нему петс-риспак. То есть персовый баллон. Ваши, правда? Мне его данные никто не даст, понимаешь? Ну, вообще, чтобы установить, чтобы узнать, что будет. Здесь уже проводят проверку участковых. Люди, которые здесь работают, они работают официально. Они здесь также записаны. Здесь все под видеосъемкой, все под видеосриксацией. А как вообще можно прикрепить видеозаписи? Это в частном порядке. Скидываете на носитель, и можете подвести их уже к заявлению. Смотри, у него же бейджет был. Вот тебе его данные, пожалуйста. Тебе нужно знать о нем. А через сайт МВДРФ или как раз так? Чего? Можем через сайт МВДРФ или что? Заявление написать. Там можно прикреплять. А, по-моему, здесь не написать, но потом не спрошу. Смотри, к нему, если он здесь на меня нападает, я к нему, к сожалению, не могу здесь ничего применить. А на улице, по-моему. А почему можно? Если людей нет, вокруг. Все равно нельзя, только танк автомат. Опыт. Ну, знаешь, если он тебя начнет душить, типа, если он ножом с тебя нападет, что-то будет делать. А если он в торговом центре с ножом нападет, я могу его к ним, кажется, оба вам применить. А, ну, все, если сотрудник сказал, пожалуйста. Ну, типа, это логично, можно додуматься, либо тебя убьют, либо ты сейчас обранишься. Ну, если вам угрожает только ваша жизнь, либо здоровье. Если человек душит, то есть по факту уже душит. Как вы думаете, можно будет? Там досматривать надо каждую ситуацию. Правда, как то же самое, если огнестрельные травматические оружия, у них есть свои правила, когда можно применять, когда нельзя применять. По-моему, травматам не дают. У нас за стране, оба уже все. А ручка ваша была? Да. Ну, все, я знаю, если он на меня нападет, это вообще будет неопекун. В общем, сотрудники приняли у нас заявление. Понялся. Надеюсь... Какой шанс? Я морально-нравственно натерпелся. В общем... В общем, это был магазин Декольтон, торговый центр Ривьера с охранником, если он вдруг нападет на улице, ну, соответственно, видео все будет. Вот так вот, пока что посмотрим. Ну, при выходе, если все-таки что-то будет, я здесь сниму. Так что пока не прощаемся. Короче, там проходил сейчас охранник, который сразу за нами шел. Че? И по телефону начал как-то опять. Че? Привет, передавай. Ну, может, он с женой общается. Возможно, нас у выхода ждут, так что мы будем применять персоболы. Короче, вот такой был торговый центр. Мы вышли. Никакого пыду чоповца здесь мы не встретили, слава богу. Но я был готов. У меня был персовый баллон. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok